Здравствуйте, я Константин Игначук и мой сегодняшний собеседник, капитан первого ранга ВМС США в отставке, военный эксперт Гарри Табах. Мы обсудим западную помощь Украине, а также то, что тормозит поставки оружия. В эти дни министры более 40 стран, министры обороны, собираются на заседание «Рамштайн-2». И, естественно, никто не будет делиться информацией, о чем они там разговаривают. Но хотелось бы в первую очередь спросить, а зачем они вообще собираются? Ведь был уже «Рамштайн-1», вроде бы порешали вопросы. Зачем нужна такая встреча? Я думаю, это примерно то же самое, что как и «Ялта», «Ялта-1», «Ялта-2». Они собираются и будут решать дальнейшие действия. Потому что я думаю, что, во-первых, я считаю, что это очень хорошо, что они собираются. Значит, процесс идет. Они же не просто там собрались, разошлись и сейчас опять собираются. Это шли диалоги между министерствами, между разными отделами министерств по снабжению, по разведке, по разным вопросам. А теперь они дальше обсуждают. Потом они приходят, все эти договорились, приходят, своим командирам докладывают. Они докладывают своим министрам. Сейчас министры опять собираются второй раз обсудить то, что они решили в первый раз и чего они достигли с того момента до этого момента. Надеюсь, наше министерство не подведет, потому что задерживается, задерживается, тормозится «Ленд-Лиз». Уже все процедуры прошли, уже три месяца войны, можно сказать, да, сегодня. А «Ленд-Лиз» ну вот никак не пойдет. А это жизни ваших бойцов, жизни вашего гражданского населения, инфраструктуры, каждый час на счету. И вот мы ждем, ждем, когда же все-таки этот «Ленд-Лиз» пойдет. И я знаю, что в Украине власти не очень довольны, потому что опять же идет задержание с артиллерии, реактивной артиллерии залпового выстрела. Потому что опять же начинают наши власти, наши администрации говорить, ну это эскалация, ну это опять боимся, что Путин что-то сделал. Опять Путин это воспринимает как слабость, он воспринимает это как трусость, он вспоминает, что против него воевать не хотят, что вроде бы как бы все равно все хотят, чтобы он выиграл, а Украина проиграла, это вот такие ему дают нотки. Да, собираются, да, говорят, да, обзывают его именами, но делать, ну вот никак, никак не запустится машина. Все буксует и буксует. Почему администрация Байдена так осторожничает? Чего боится? Ну, у меня догадок-то много, догадок много, конечно. Может быть, частично это. Есть опасность, что боятся Путина, его непредсказуемости или психику, потому что там сидят такие же малодушные советники. Ну, думаю, это все связано с коррупцией еще с 2014 года и с тем, что с Путиным они договорились об одном, а сейчас получается все по-другому. Опять же, это мои догадки. Это потому, что ездил туда и Бернс, и Бернс говорил, что это ему Путин сказал, что в течение 72-48 часов Украина пойдет, власть поменяют. Зеленскому предложить убежище в Великобритании или в Соединенных Штатах, что и было сделано. Что Россия сейчас это возьмет, быстро разрежет напополам Украину. Это отойдет в Россию, это там останется. Будет такая кровоточащая рана, но в принципе все заменит. Будет власть в Украине пророссийская, как в Грузии это было проделано. И все это закончится в течение 72 часов. И вся коррупция, все, в чем подозревается, обвиняется демократическая партия во главе с Байденом, с семьей Байденов, все будет шито-крыто. Когда это не получилось, в течение 72 часов и в течение 72 дней это не произошло, начали говорить о ленд-лисе, наше давление началось, начали говорить о этих 30 и потом 40 миллиардов долларов, там всего 6 это идет на вооружение Украины, ну неважно, начали перебивать ленд-лис вот этими 40 миллиардами обещанными долларов. Потом, когда начали разбираться, а там не 40 миллиардов, а там только 6 миллиардов на вооружение Украины, начали ездить опять в Киев по Лоссе, жена Байдена, там конгрессмены стали. Чего они стали, если-то не получилось о том, о чем договорились с Путиным, теперь надо договариваться с Зеленским, чтобы все было шито-крыто. А он, видимо, упертый парень. И он почувствовал свою популярность в мире. Сегодня мы знаем, что он номер один будет, да, в «Таймс Магазин». И он почувствовал поддержку народа, поддержку людей всего мира. И он говорит, я не буду договариваться участвовать в ваших коррупционных схемах. И он говорит, ну слушай, вот тебе, вот смотри, вот ты голодный, вот все на столе лежит перед тобой, и пирожное, и мороженое, и крем-бре, и стейки, и гам, и френч-фрайс, давай, кушай. Но ты должен быть хорошим мальчиком. И вот этот вот ленд-лист перед ним развернули, а он говорит, нет, не буду. Не буду я хорошим мальчиком с вами. И вот они его дразнят, но в конце концов, я думаю, что, конечно же, ленд-лист заработает, это пойдет, но это все вопрос времени. А сегодня в Украине время не деньги, а время – это кровь. Вы расплачиваетесь за это время кровь. Поэтому надо нам, американцам, американской публике продолжать давить на наших конгрессменов, на наших сенаторов, продолжать требовать, чтобы Украине дали то, что ей необходимо. Противовоздушную оборону в первую очередь, авиацию, и дальнобойные, реактивные залпы артиллерию. До конца лета Германия обязуется поставить Украине 30 самоходных зениток «Гепард». Считается, что это хорошие зенитные машины. Но почему так долго? Первая партия ожидается только в середине июля, в лучшем случае. Это неповоротливость немецкой бюрократии или там может быть какой-то злой гумысел? Я думаю, и то, и другое. Я думаю, что и бюрократия, как и в Соединенных Штатах Америки. Но также я думаю, что власти сегодняшние в Германии, бывшие, это не друзья Украины. И точно так же во Франции. Франция тянет резину. И точно так же сегодняшняя администрация в Соединенных Штатах Америки. Она тормозит. Тормозит помогать Украине. Это такой Давос. Это Давосовская сфора. Частью которой есть Россия тоже. Путин. Он им близок по понятиям, по взглядам. Хотя утверждали, что это Трамп или Лапен. Предвыборная кампания Макрона была, что если будет Лапен, то она будет с Путиным. Точно так же, как с Трампом они это проделали. Что это пропутинское, она за Путина, за все такое. Как только он выиграл, он сразу стал звонить Путину, сразу стал договориться. И сразу начал говорить Украине, может быть, вам надо остаться там, где сейчас вы есть. И закончить это на этом моменте. Старый стал уговаривать Украину прекратить боевые действия. Закончить войну. Чтобы война прекратилась. Такими любивыми, такими подходами. Почему Старая Европа, Германия, Франция, Италия, они так хотят позволить Путину сохранить лицо? Так это называется. Чего? Это страх? Они боятся Путина? Я думаю, что они боятся Путина. Я думаю, что они сожрались. И я думаю, что они жадные. Потому что они боятся, что случится с газом, нефтью, ценами на них. Но Старая Европа, знаете, все равно лидер в Старой Европе, это все-таки Великобритания. Великобритания – это королева Европы. Поэтому все равно Великобритания, опять же, это благодаря лидерству в этой стране, Борису Джанссону, она принимает другую позу. И поэтому, может быть, хорошо, что она и вышла из Старой Европы, из Евросоюза. Сказать, мы больше не будем участвовать в этой фигне, потому что вы ничего не можете, ничего не решаете, всего боитесь, и жадные, и коррумпированные, чрезвычайно коррумпированные. Конечно же, они многие все снюханы с Путиным. Зависит от его газа, от его нефти. Немецкие канцлеры служат у него в нефтегазовом бизнесе, да? Мы знаем таких. Уже нет. Это слава богу. Но, может быть, еще надеются, что будут. Поэтому, конечно же, они принимают такую позу из-за своей жадности, из-за своего левачества, из-за своего левачества, потому что они такие же, как и Путин, по большому счету. Вот это Давос. Давос, чтобы сделать такой мировой социализм. И кто упирается? Упиралась Украина больше всего. Вот она никак не могла. Там Грузия подлегла под это, Казахстан подлегла. Ну, весь бывший Советский Союз, в принципе. Ну, балтийские страны мы не считаем, потому что они, в принципе, никогда так по-честному Советским Союзом и не были. И тут одна вот Украина, которая, как говорится, заноза у Путина в жопе. Но они ему говорят, договорились с ним. Говорят, ну, хорошо, давай, 72 часа меняешь власть, а не так как Грузия, как Казахстан становится под твоим влиянием, и все, мы замолкаем. Причина? Не хотим, чтобы они вступили в НАТО. Потому что НАТО пообещала нам не расширяться. Где она пообещала такое, где этот документ, непонятно. Ну, вот кто-то где-то что-то сказал за все НАТО. По-моему, Клинтон, они говорят, сказал, он что-то пообещал. В каком-то разговоре, наверное, в бане с девочками под шофе Клинтон мог такое болтануть, но он не имел права говорить за все НАТО. Ну, и где вообще документ, так же не делаются дела. А вот нам пообещали. Значит, расширения НАТО не будет. А вот Украина хочет вступить в НАТО. Она хочет, но ее никто не принимает. А вот Финляндия не хотела вступать в НАТО. А вот Швеция не хотела вступать в НАТО. Она вообще нейтральна была на что-то там 70 или 100 лет, а вторая, по-моему, 300 или 200 лет. И вот тебе НАТО. Они вступают в НАТО. Даже Швейцария уже говорит о вступлении НАТО. НАТО уже развалилась в 2008 году, но Путин сделал ей второе дыхание, открыл ей. Поэтому ему надо памятник в Брюсселе поставить в штаб-квартире НАТО. По поводу аппетитов Путина, он как бы не может проглотить Украину, но уже звучат голоса о том, что хочет поглотить Молдову. И, кстати, об этом, в частности, говорила министр иностранных дел в Великобритании Ли Страс, что есть такие риски. Как вы думаете, зачем Молдову Путину, и есть ли у него на это силы? Думаю, что сил нет. Зачем ему это, опять же, освободить русский мир, создать Советский Союз? Черт его знает, что у него в башке сегодня сейчас происходит. В этой КГБшной, воспаленного его мозга, и вокруг него эти, которые так заворовались, что они уже не знают, с кем еще начать войну, чтобы прикрыть свое воровство, разворовывание страны. Ну, в общем, они загубили Россию. Ее уже нет. Они все угробили страну, угробили свой народ, угробили нацию, угробили культуру. Нет такой больше культуры русской тоже. Уже никто там, по-моему, уже все находят. Почему там Достоевский или Толстой был не русский? Ну, понятно, там уже Суворов не русский, там уже никто не русский. Там Пушкин, там вообще не русский. А там, ну, Барклайди, Толик и другие, это понятно, они были, но уже там уже все отказываются. Поэтому, ну, погубили, погубили и все. Это русский, это какой-то такой больной орка. Ну, больше нечего сказать. И зачем ему Молдова еще? Непонятно, чем он это будет делать, не знаю. Потому что зубы вы им повышибали уже. Зубов нету. Они только могут чавкать теперь. Клыков нету. Когтей тоже поворовали. Украинцы у них уже поворовали это все. Поэтому я не знаю, я думаю, что им планировать надо не, как они будут брать Финляндию или Молдову, или Казахстан. А я думаю, что им уже нужно планировать, как они будут драпать с Украины. Это их генштаб должен сейчас планировать. Потому что как только поступит наступательное оружие, вы их просто разобьете вдрызг. Они не смогут стоять. Никакие там окопы, никакие фортификации, которые они сейчас там строят, это не поможет. Это просто сметется с лица земли, они просто драпанут, они не смогут устоять. Они используют уже всякие разные схемы бывших КГБшников, которые живут в Америке. Что они, да, они все правильно говорят. Путин ужасный, Путин плохой, Путин то-сё, тридесятый. Но, ну и сегодня уже Каспаров выступил, я не знаю, вы слышали или нет. Но у Каспаров, знаете, он этот шахматист, который сел играть в дурака, я так только могу сказать. Который сел играть в дурака. Он на форуме «Свободная Россия» они создали такой антивоенной конференции. Что значит антивоенная конференция? Вот они против войны? Что значит против войны? Может быть за победу Украины или против войны? Я, например, не против войны. Я за то, чтобы в этой войне победила Украина. Как и украинский народ. Чтобы эту мразь изгнать. Я не против войны. Вот сейчас я не против. Когда нет войны, я против войны. Но если есть война, ты не можешь быть против войны. Ты можешь быть только за победу. Но вот этот вот форум «Свободная Россия», я уверен, что это включено. Уже из Катритера включили. И вот уже Каспаров включился. Там Швец уже не работает так сильно. Там Киселев, понятно. Там Соловьев, все остальные. Они вообще отпали с Китами. Они уже включают в более серьезную артиллерию. Вводят. Ну и вот уже Каспаров куда еще важнее. И он на этом форуме, на этой конференции, антивоенной конференции, он заявил, что он будет защищать русский мир. Будет защищать русских. Кто-то предложил вообще русские паспорта ввести. Хорошие русские, не очень хорошие русские. Которым можно визу давать, которым нельзя давать. Вы просто не знакомы, а я с этим вырос. Пятый параграф. Мои родители нас называли инвалидами пятой графы. Потому что там было написано еврей, узбек. Чеченец, не дай бог. Так вот они сейчас это хотят опять ввести. Значит, хорошие русские политики, с кем можно иметь дело и с кем нельзя иметь дело. Ну и цитата Каспарова, это то, что надо защищать русский мир. Потому что когда украинцы войдут в Крым, они будут депортировать русских. Они будут мстить русским. А там могут быть хорошие русские, попасть под это. Вот их надо защищать. Когда эта Украина кого-то депортировала, я не знаю. Почему он решил, что Украина будет им мстить, я тоже не знаю, с чего он это взял. Но уже закидывается вот этот КГБшный вирус, КГБшная эта схема. И вот Каспаров сегодня, великий шахматист, демократ, создал антивоенную конференцию от своего форума «Свободная Россия», что русских надо защищать от украинцев. Потому что вы их еще чуть-чуть и уже будете угнетать, точно. Уже будете их депортировать. И надо кому-то защищать вот этих хороших русских. Так что готовьтесь, фашисты. Готовимся. Вадимир Зеленский, президент Украины, заявил, что победой для Украины будет выход вооруженных сил на рубеже 24 февраля. И, мол, дальше стоит сесть за стол переговоров. Как вы считаете, это правильно? Я не знаю, что правильно, неправильно. Во-первых, я считаю, что я не имею права критиковать или читать что-то про вашего президента и вашу власть. Потому что я не украинец, налогов я не плачу. И с оружием в руках я Украину не защищаю. Я не украинский гражданин. Но это должна решать ваша власть, ваш народ. И что такое победа и где победа. Да, я считаю, это мое личное мнение, что как только вы изгоните российские войска, эту вообще мразь с территории Украины, до какого числа вы решите, то это, наверное, будет считаться вашей победой. Вашей и ничей другой. Потом это уже дело дипломатов и политиков. Военные сделали свое дело. Выполнили свой долг. Дальше, опять же, нужно будет политикам. Они провалили несколько раз политики. И дипломаты тоже. Военные уже который раз выручают Украину и спасают Украину. Ну и, конечно, не все. Есть те, которые, и даже олигархи, которые приняли участие в спасении Украины. Некоторые приняли в предательстве. Разные. Я обобщаю это, конечно. Я считаю, что да, это будет победа. И дальше это надо будет вам решать. С моей такой точки зрения, что война эта не закончится, пока Россия не развалится. Пока Россия не перестанет существовать в том образе, в котором она находится. Потому что я считаю, что это не главное, отбить Крым и Донбасс. Главное, чтобы Россия развалилась. А потом уже решиться, куда Крым денется. Может, он станет независимым. Может, он придет обратно к Украине. Может, еще что-то будет с ним. То же самое с Донбассом. Потому что, в первую очередь, должна развалиться Россия в той форме, в которой она находится. И вот это оставлять нельзя. У нее надо отнять ее ядерную дубину. У нее надо отнять наступающее оружие. Пусть она разойдется на несколько частей. И тогда будете решать. Когда вы их изгоните до границ 24 февраля 2022 года, я думаю, что процесс начнется. Я думаю, что там процесс уже начался. Развал России. Вам только это надо добить. А дальше, конечно же, это уже такая филигранная работа. Крым – это очень сложно. Я думаю, что он должен сам к вам вернуться, когда и увидит, что вы победили. Все хотят быть с победителем. Когда увидит, что вы победители, сами к вам начнут сниться. Донбасс, опять же, это надо думать Украине, украинскому народу. Нужен вам Донбасс или он не нужен вам? По большому счету, это что-то вам дает, если вы, эта территория ваша, и там эти люди находятся. Как будут возвращаться беженцы в Донбасс? Ну, понятно, там с Киева или с Харькова или еще откуда-то они вернутся. Как там будут эти квартиры, эти личные вещи возвращаться? Им это очень все сложно. А как насчет украинцев, которые теперь захотят быть победителем, но в 2014 году ушли в Россию, теперь захотят вернуться на Донбасс, в свои квартиры, в свои дома. Как вы их примете? Это сложно все сказать. Нет, вы не имеете права, вы предатели. Мировое общество это не поймет, потому что они бежали от войны. Они бежали туда, где у них была работа, где у них были родственники. Во время войны сложно понять, кто прав, кто виноват. Их убедили, что сейчас придут бандеровцы и запретят вам говорить на русском языке, и вас со Шмайзером расстреляют. Мои родители в это верили, потому что они смотрели первый канал. Других каналов не было на русском языке. Понимаете, поэтому это все будет очень-очень сложно. И, наверное, да, там больше уже надо будет договариваться. Но решение это остается не за мной, как я чувствую, что я считаю, а потому что я один человек, и мое мнение не может быть решающим. Это должно решаться вашим народом и вашей властью, которой вы доверяете, которая привела вас к победе. Соединенные Штаты планируют отправить в Киев спецназ и морпехов для поддержки безопасности своего посольства. Чем они вообще могут заниматься в Киеве? Создавать безопасность нашего посольства. Теперь мы должны разобраться, что такое безопасность, потому что президент Байден сказал в самом начале, что наши войска ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в вооруженном конфликте между Россией и Украиной. Было очень странно, потому что эта опция у нас никогда исторически не снимается. У нас всегда есть опция, что мы можем участвовать в любом конфликте, принять такое решение. Для этого у нас есть морская пехота, для этого у нас есть спецназ, для этого у нас есть авианосцы. Это для того, и десантные корабли, для того, чтобы мы могли дойти туда, куда нам надо дойти и воевать там, где нам нужно, где мы решим, нам нужно воевать на каком континенте. Тут сразу была убрана эта опция, то есть ворота были открыты для Путина заходить, калитка открыта. Убрали посольство не только с территории Киева, но и с территории всей Украины. То есть разорвали дипломатические отношения с Украиной на эти два месяца или даже больше. Да, три месяца. Ну вот сейчас, значит, обещают вернуть, дай бог это вернется. Дай бог, наконец-то уже будут сказаны, кто будет посол в Украине. До этого посла не было. Пока опять показывают, что Украина не важна. Уже есть, уже назначили посла. Нет, еще не назначили. Ее, наверное, определили. Но Конгресс должен ее назначить. Должны проголосовать за нее. Но я надеюсь, что все-таки это будет достойный человек, друг Украины, а не друг Белого дома. Но это очень сложно будет сделать. И они будут, конечно, предоставлять безопасность нашему посольству. Теперь давайте подумаем, что такое безопасность. Безопасность этого здания, безопасность этого района, безопасность этого города, где наши находятся, безопасность этой страны, где наше посольство находится. Я надеюсь, что подразумевается, что они будут делать все для того, чтобы было безопасно нашему посольству находиться в этой стране. Помогать, помогать Украине. Это мои надежды. Хотя, опять же, призываю украинцев надеяться исключительно только на себя. И я думаю, что весь мир увидел, что, надеясь на себя, вы показали отличный результат. И не только смогли остановить этот в десятки раз большую силу, может быть, даже в сотни раз сильнее врага. И не только остановить его, а уже начинаете его и отодвигать в сторону. Уже они превращаются во многом в бегство. многие отказываются возвращаться в Украину на боевые действия. Таким образом, все хотят всегда быть победителем. Так что, надеюсь, что Украина еще продержится. И также, молю Бога, что наши власти как можно скорее будут настоящими партнерами в борьбе за свет против тьмы. Гарри, спасибо большое за интервью. Спасибо вам, что вы пришли. Не забывайте. Слава Украине. Всего доброго. Вероям слава.